Добрый день! Сегодня 17 июля 2024 года. Я вчера закончила ролик про покупки подарки и снова пришла посылка. Я разговаривала с девочкой из АТОМИ, и она мне посоветовала из их продукции взять витаминки для памяти. Я не так давно вам рассказывала о том, что я взяла серию тридментов, как по-русски будет, курс с чашами спающими, с Алексеем Поповым. Я его сайт поставлю в описании, и у меня на самом деле стало получше. И я юсановские пью витаминки для памяти. Белоба, по-моему, в основном вот это растение. Но они мне посоветовали свое. Это тоже на месяц 60 таблеточек. Стоит долларов 39, может быть. Вот я взяла их попробовать и раскидала уже в русские слова. Не знаю, наверное, не было даже такого. Расфасовочная коробочка для лекарства. Я туда все витаминки свои складываю, лекарства. И я эти туда же положила. То есть, если я почувствую дополнительный эффект какой-то, то я вам скажу. А пока я себе взяла попробовать. И вот эту коробочку я еще не открывала. А, это ночная маска. Я же покупаю все равно корейские ночные маски. Вот и у них есть масочка, которую мне девочка посоветовала. Все ее хвалят. Она мне еще другое советовала. Но мне Фируза присылала. У нас Фируза тоже в Атоме. Она мне присылала вот этот тонер от них. И я им до сих пор пользуюсь. Он такой экономный, большая бутылка. И я у них брала мейкап. И как раз на тот момент я ездила к девочке, которая мне шейку проколола не самая легкая рука. У меня были синяки. И я попробовала, нет, не покрывать. Я сказала, не буду брать. Но вот раз эта девочка посоветовала для памяти, я думаю, ну еще что-нибудь возьму. И вот такой красивый, красивый-красивый крем. Давайте его откроем, посмотрим. Вот он прямо при вас все открывается. Называется распаковка. Ой, вот он какой. Вот он какой. Правда, наверное, золотая. Вот такая. Ну не то чтобы золотая, но золотая. Здесь золотая и здесь серебряная. И здесь серебряная. Ладненько, я дальше пока не буду, потому что у нас девочках есть. Я попробую, скажу вам ощущения. А через месяц скажу, есть ли эффект. Ну хвалят эту маску. И я на ночь кладу маски, которые не надо смывать. Вот эту смывать не надо. Будем надеяться, что это еще поспособствует держать нас в уровне не шибко старой бабушки, пока у меня это получается. Мне пришла вчера же посылка из-за темы. Я заказала вот такие стельки для обуви. У меня есть одна. И я ее перекладываю с обуви на обувь. Но вот это буду возвращать назад. Однозначно. Потому что, ну это для меньшего размера, чем мне нужно. Написано непонятно, как они догадались мне его положить. Ребят, ну у меня 37-38 размер. Восьмерка примерно американская. Ну вот эти вот легонькие не будет утяжелять. Поставлю в обувь. Однозначно. У нас они продают так, что можно обрезать по размерам. И может быть вот это такие. Потому что смотрятся они значительно побольше. Но на них не нарисовано, как обрезать. Вот они вроде, да они вроде как побольше. Вот настолько. Давайте вот так вот. Ну почти одинаковые. Ну я подобную подгоню. То есть у нас они продаются. И тут написано такой-то размер, такой-то размер, такой-то размер. Ну во всяком случае, две пары точно есть у меня. А эту-то я буду отправлять назад. Ну чего же вы, ребята? Ну чего же вы, ребята? Оно так видно, что маленькие. Так тоже у нас бывает. Сейчас проверю, потом вам расскажу, стоит с ними связываться или нет. Во всяком случае. Вот тут под пяточкой чего-то так хорошо сделали. То, что у меня есть, американскую я брала. Может быть не американскую, может быть тоже китайскую. Наши много продукции в Китае изготавливаются. Мы сами этого монстра вырастили. Теперь сами думаем, как его успокоить-то. Она меня устраивает. Просто перекладывать не хочу. Решила воспользоваться. Раз присылают, почему не взять? Рубашечку купила под американский флаг с каплями с какими-то. Вот этот замок здесь вообще ни к чему. Потому что горловина большая. Всё нормально проходит. Рукавчик чудо какой. Плечико открытое. Видите, здесь вот такая дырочка. Я в ближайшее время вам её покажу уже на мне. Я решила её оставлять. Несмотря на то, что она плотненько так. То есть мне надо лач брать. А я всё ещё Эммочку беру по привычу взяла. Шортов у меня много. Я не так давно много-много их заказала. Но в связи с тем, что мы едем на источники, на воды, мы будем уходить в город, в центр. И не хочется много-много тащить зачастую. Я решила, что пусть у меня будет много карманов. Куда-то телефон положу, куда-то карточку. И пойду. Вот вся такая счастливая. Они, правда, на картинке смотрелись вроде как подлиннее. Но шорты всё равно. Ну вот, есть шорты, тоже вам покажу в ближайшее время. Как всё перестираю, так и покажу. Я ещё вот такое платье с бабочками. Моя любимая же Тима бабочки. Мне не очень нравится горловина. Я почему-то такие не люблю. И платье я взяла тоже Эмку, но оно мне широковато. Но я решила его оставлять. Пусть во время жары оно вокруг меня вот так болтается. И всем, что называется, хорошо. Вот такой у нас получился подарок. Вот так вот он на синем фоне, жёлтеньким. Как положено. Опс. Давайте вот так вот, чтобы я могла подойти. Вот так вот у нас бывает. Вот так вот, как хотите. Как хотите. То есть горлышко узенькое. Может быть, я попрошу мальчика, чтобы он мне сделал чуть побольше. Вот такая будет. А там осталось ещё пять розочек. Вот ещё пять осталось. И мы оставим маме-имениннице. У нас сто лет не было срезовых цветов. Потому как у нас в основном живые теперь в доме. Вот так вот я утром встану. Позвоню ребёнку. Какие планы. И, наверное, в ресторан увезу. Сегодня 20 июля 2024 года. Я продолжаю ролик про покупки подарков. Мне пришла посылка. Пришла она из Флориды. Безымянная. Не знаю, как так бывает. Но я её открыла вчера. Просто у меня последние два дня были очень заняты. Я не смогла ролик записать вам. Посему делаю это сегодня, в субботу, перед нашим стримом. Я догадалась, от кого эта посылка, как только я достала вот этот кусочек. Это у нас мыло домашнее. И я такой подарок получала в прошлом году от Леночки из Кипра. И в прошлом году мы с ней встретились. То есть, чтобы кусочек не мог, его подвешивать можно. Вот так вот он будет висеть. Домашнее мыло. У неё вот такое шикарное хобби. Мы в прошлом году с ней встретились. Ролика у нас не было. Я просто вам рассказывала про те места, в которые мы вместе ездили. Она приезжала навстречу. В этом году она приезжала уже, взяв резорт, по тем баллам, которые у неё накопились во Флориде. И пригласила меня тоже, потому как места у неё было больше достаточно. Вы знаете о том, что когда резорт, то, как правило, вы можете выбрать либо студию, либо с Уитт, либо с двумя комнатами или с тремя комнатами, на двоих, трёх, на шесть, на восемь, на десять человек, аптюю, что называется, то, сколько вам надо. И она очень хотела со мной встретиться. И они взяли так, чтобы ещё одно место было. Я планировала поехать, но решила, что поберегу себя. Тем более, что мы лично уже встречались. И я надеюсь, что скоро она сюда переедет. Но она привезла мне подарок. Видимо, попросила своего мужчину, чтобы он отправил. И он отправил его только сейчас. Вот мыло, это её собственное. А этот подарок она мне привезла. Смотрите, она подарила мне кружку, на которой моя фотография с нашей прошлой встречи. Это мы на берегу океана. И там удивительный парк деревьев, которые вынесло море. Почему-то именно в это место оно выносит. Я про это вам рассказывала. А это мы с ней вместе в обнимочку в шикарном-шикарном парке. В другом уже. Где я была восхищена ароматом жасмина. И решила, что я его куплю. Что у меня такой кустарник будет. Но, к сожалению, в нашей зоне он может вымерзнуть. Но я всё равно на следующий год куплю этот жасмин. И поставлю у себя на террасе. И каждый раз, выходя туда, я буду вспоминать про нашу с Леночкой встречу. И про то, как здорово мы это время вместе провели. И что я решила, что в моей жизни этот аромат быть должен. Спасибо тебе, моя дорогая, за такой удивительный подарок. Вот видите, как она решила меня порадовать. Буду из этой кружки сегодня пить кофе, наверное, всё-таки. Или чай у нас на стриме. Но вы увидите про эту кружку немного погодя. А уже на стриме я сегодня этой кружечкой покручу. Спасибо, Леночка, большое. Ты очень творческий человек. Я знаю, какая ты талантливая. И спасибо за то, что ты вот такой удивительный подарок приготовила. Который, безусловно, не может не порадовать. Я рада-рада. А мыльцам тоже буду твоим пользоваться. И пока оно не закончится, тоже каждый раз вспоминать. Леночка в моей жизни есть. Спасибо тебе, дорогая. С нетерпением жду твоего приезда в эту удивительную страну. А с вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока. Будьте счастливы. Получайте подарки. И дарите подарки. Пусть у вас всё получается. Пусть у вас всё получается.